Снега Пару слов буквально тезисно Мой отец отдал 30 лет жизни Московскому революционному институту И, наверное, заслужил право последнего прощения в стенах моих Мой отец имел звание академика Российской академии наук И я думаю, что мы могли бы с ним проститься в стенах ран Мой отец имел ранг чрезвычайного и полномоченного посла И, наверное, тоже заслужил право прощения в стенах МИДа Но он нам с сестрой сказал Я хочу в Сахальский центр Потому что туда придут люди, которых хотел бы видеть яблок Поэтому всем спасибо и долго помогли эту жизнь По городу бродя И тенна, и ночна Я черная птица И ты, голубая Над ригой шумят Шелестят снегопады Утопли дороги Недвижны трамваи Сидят на перед Шелестят снегопады Чугунная ограда Я черная птица И ты, голубая Сидят на перед Согласно прогнозу Последних известий Недельный обжив По снегам А в городе вести... ...все заранее знали, что Юрий Алексеевич плохого не выбрал. Был ли он послом, был ли он ректором, был ли он кандидатом в премьер-министр, мы знаем, что ясенки истинный законодательный закон. Все заранее знали, что какое решение Рыжов примет, а какое решение будет правильным. Его код — это, конечно, трагедия, но всякие вот трагедии. В данном случае мы видим, что исчезает некоторая точка отсчета. В присутствии Рыжова становиться хуже, чем-то есть, было стыдно. Мы, конечно, постараемся сохранить это чувство стыда, хотя бы из благодарной памяти Юрия Алексеевича. Но это будет сложнее, чем в достоинстве. Я снял тему, с которой я хотел значать. Когда он сказал, что его отец отметил две знаменательные периоды в его жизни, я начну с этого же только касательно самого себя. Но сначала я возражу Николаю Карловичу относительно качества некоторых лиц КПЧП. Ну, кого я знаю. Олег Бакланет, который был до этого министром общего строения, который ведал ракеты с путьмифами космосом. И господин Кричков, с которым я имел в первую сессию Верховного Совета публичную дискуссию по вопросу того, что такое национальная безопасность и так далее и подобное. Вот. И апропо, я скажу так, что не только в нашей стране, но и в других странах, мы скажем, в их странах были случаи, не случаи, а почти системы. Власть первой, первыми сдают ее охранники. Это было у нас, когда семичастный сдал Хрущева. Это было у нас, когда подавляемой силой и напором Верховного Совета РСФСР сдавал позиции Хрущева, его сдали Кричков и все остальные шайки. И относительно личных качеств господина Кричкова скажу, что это был очень не сильный паркетный человек, который воспитался при Андропове, когда там подавлялись водоприджеские события. И он его волок и волок, и до волок до первого главного управления, разведки КГБ. Хотя там и до, и после были люди очень высокопрофессиональные в этом смысле, работавшие в поле. Кричков в поле никогда не работал, но работал на паркете. И таким слабым и оказался, и слава Богу. Вот теперь относительно двух моментов жизни. Я отмечаю очень существенный для меня момент в жизни профессиональной области. Когда мне пришлось вести горячие испытания, у меня было 25 или 26 лет. Я только два года назад как акторщик Московский физико-технический институт. И были образные испытания, которые были допущены в наше начальство. Два инженера такого типа, как я, один из них заболел. И потом я вспоминал этот период, когда я 72 часа отработал, успевая подрывать, отработал подряд. Потом сутки я спал в Москве, потом я вернулся в Жуковский, и еще раз 72 часа. Никаких высоких научных достижений. Это был шторм, когда нужно было довести дело до конца. Горячие испытания, немыслимые, никто не после. Все разговаривали на вечной группе. А вторая звездная часть, я считаю, это вот то, о чем мы сегодня вспоминаем. Вот эти два момента являются опорой для меня в воспоминаниях старческих. Это свойство старикам, мне пора уже давно подвести итоги, было бы я слишком поздно начал. А потому я заканчиваю, скажу, можно рассуждать, кто выиграл, кто полиграл. Но по сегодняшней состоянии проиграла страна, по-моему, проиграла окончательно. Народ проиграл. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok